Я ещё Ты ещё никогда не был великим Буштуны, которые шли с нами, они всё про вас знают Что знают? Салам алейкум, уважаемые Наш человек тоже говорит, что это была случайность Дуй отсюда Да уйди, я сказал Кто питается смертью, тот сам становится мертвецом Это ты про кого? Давай уедем Почему-то все хотят уехать отсюда, и никто не хочет ехать сюда Муж звонил, он через пять минут будет Кто это? Лейтенант Платников А если бы я заплатил Колым? Ты её ценить будешь, и Колым который заплатил Не хватает нам в этой истории хэппи-энда Героическое боестолкновение есть Кучу народу завалили, а контрабанды нет Ну нет её Мина Мина Хэппи-это Ну сколько? Там Иди Тренд Пошли, что ли? Ты мины ставил, ты иди. Почему знак не убрали? Откуда я знаю? Он снял все мины, я сам видел. Пошли. Проверить надо. Вдруг не все увез. Кажется, все увез. Пойдем. Ты же не знаешь точно. Иди давай, Азиз. Иди, иди. Вот здесь я мину ставил. Ее нет. Все чисто. Пошли. Шагай, шагай. Иди со мной. Тут ничего нету. Иди сюда, не бойся. Иди, иди. Иди уже, иди. Говорю тебе, все чисто. Иди. О, Гансыч приехал. Ну что, Коль, пойдем? Встретим. Ой. Ой. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Держу. Оп! Держу. Аккуратненько. Ну, чем порадуешь, Гансыч? Давай следующий. Ой, заморился. Ну что, нашли чего? Принимайте, товарищи капитаны. Килограмм сто будет. Аккуратно. Ты просто стахановец, Гансыч. Ты мины все снял? Там, там, посмотришь. Все, не все. А проходы сделал. Часа четыре работал. Может быть, собак пустить? Да нет, там все чисто под скалой. Ну, спасибо, Гансыч. Выручил. Молодец. Ты просто соль земли, Гансыч. Ладно. Перец. И все ее полезные ископаемые. Да ладно. Делов-то с Гулькиным. Ну, вот такая физика. Ладно. Аккуратненько взяли героин и в оружейку. Есть. Гансыч, за мной. Гансыч, за мной. Ты какой-то смурной стал после ущелья? Перенервничал, что ли? Да есть немного. Рымжанова не нашли? Нет. В ущелье был подрыв. Дух на мину наступил. Не твоя работа? Нет. Значит, на свою. Да ты чего? Я порядок знаю. У нас с ними игра такая. Они носят, мы ловим. Они подлянок не делают. Мы тоже не делаем. А мины их не подлянка? Короче, без меня ничего такого не делай. А я и не делаю. Внимание. Алло. Привет. Да, все нормально. Когда приеду на застава, позвоню тебе. Слышишь? Давай целую, пока. Пока. Да нет, спасибо. Оставь его себе. Здравствуй, уважаемый. Шашлык не желаете? Нет, два шашлыка. Два. Заходи, дорогой, заходи. Сейчас все сделаем. О-о-о. Саламу алейкум. Хранит тебя Аллах. Рау. Саламу алейкум. Девушка. А вы не подскажете здесь? Продукты достаточно свежие? Можете на мне проверить. Пока живая. А можно я понаблюдаю на всякий случай? Понаблюдайте. С удовольствием. Я только сок пила. За остальное не отвечаю. Не составите компанию? Нет. Вы лучше себе закажите чего-нибудь, а то у вас такой вид голодный. В каком смысле? Чтобы мужчина из Средней Азии такие шутки с девушкой. Из Москвы, наверное? Угу. Оттуда. Пограничник. Границу будете охранять? Конечно. Ну да. Чтобы вас никто не мог обидеть. Вы уж постарайтесь. А то я все мотаюсь через кордоны. Туда-сюда. Туда-сюда. Совсем беззащитная. В Москву улететь. Сейчас в Новосибирск. А так в разные города. Небось контрабанду возите. Ой, как ты догадался. Профессиональное чутье. Вижу насквозь. Ух ты. С тобой наоборот опасно. Людей видишь насквозь. Ну, только хорошеньких женщин. Это у меня специализация такая. Тебя как зовут? Меня? Владимир. Володя, я Муха. Муха? Мухаббат, сокращенно Муха. Очень приятно. Очень. Я все-таки, с вашего позволения, перекушу немного? Позволяю. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Может, все-таки поешь? Нет, спасибо. А я вот, я буду. Ты в Москве скоро будешь? Вообще-то осенью собираюсь. Я тоже буду. Позвонишь мне? Угу. Я тебя с друзьями познакомлю. Держи. Так ты из аула, что ли? У нас это кишлак называется. А, кишлак. Вкусно, кстати. В этот день отец зарезал последнего барана. Он сказал, езжай, дочка, учиться. На тебя вся надежда. Все говорили, что ты делаешь. Надо замуж отдавать за Хайрулу. У него десять коров. И ты выучилась? Красный диплом. Своя фирма. Правда, сейчас на других работаю, но это временно. Ну, ты муха сильна. Бизнес-леди, сама себя сделала. Молодец. Не доделала немножко. Может, тебе все-таки поесть? Что там, а? Что с тобой? Эй, кто-нибудь? Помогите! Ну, помогите! Люди! Ну, кто-нибудь! Отвечешь товарищу на пару вопросов, машина уже ждет во дворе. Майор Ильясов. Агентство по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Лейтенант Латников. Лейтенант Латников, присаживайтесь. Я вас надолго не задержу. Вы девушку эту хорошо знали? Муху? Ну, Мухаббат? Да только что познакомились. А что с ней можно узнать? Она умерла. Как? От чего? Отравлением. Соком? Героином. Она живой контейнер. Ну, вы не знаете, что это такое? Ну, это когда это... Когда героин в презервативах загружают желудок. Ну, да. Ей не успели помочь. Она везла почти полкило. Контрабанду увозить. Ой, как ты догадался? О чем вы говорили, а? А? Да так болтали. Она фотографию свою дала. Да. Здесь ее телефон Москве. Вот. Очень хорошо. Ага. Да вы не расстраивайтесь. К сожалению, такое бывает. Спасибо за сотрудничество. Добро пожаловать в республику Таджикистан. Спасибо. Спасибо. Поговорились. Завтра повезем героин в отряд. Только тут такая проблемка нарисовалась. Кто-то духом стучит. Похоже на то. Я знаю кто. Кто? Вот вчера производил досмотр личных вещей. Откуда это? Из-под матраца. Я же сапер, у меня нюх на все, что заныкано. Ого! Ничего себе! На, кушай. Вот почему-то так, а? Как? Вот я живу в узбекском кишлаке, и рядом кишлак такой же. В гости приходишь, а там же спана. Ах ты, из другой кишлак. И морду бьют. Приходишь потом в другой кишлак. Ну, в смысле, район города. А там опять шпана. Ах ты, из кишлака. И в морду бьют. Из район города в область приходишь. Ах ты, из район города? Правильно. И опять в морду бьют. Ну, и чё? Вот, в армию приходишь. Ах, ты из Узбекистана. Здравствуй, земляк. Как мы тебя любим. Как мы тебя заждались. Исмаилов, к командиру быстро. А? К командиру говорю, быстро. Ага. Чего у тебя здесь? О, да ладно, я одну. Э, возьми. Я сейчас приду. Давай. Ух ты, красота-то какая. Да, горы. А можно остановиться? Вообще-то нежелательно. Ну, хоть на минутку. Останови. Здорово. А воздух какой-то. Красиво. Ладно, поехали, лейтенант. А то мало ли что. Ну, и что это такое? Это моя тетрадь. Что там написано? Объясни. Доказательство теоремы Пуанкары. Точнее, попытка. Геометрия трёхмерного пространства. Товарищ капитан, разрешите? Да, пожалуйста. А? Ну? А вот это что? А? А? Ну, это уже физика. Мне это трудно объяснить. Вам. Лапшу тут на уши вешает. Умник. И не таких умников видали. Ну, пожалуйста. Это вот расчёт гармонической волны бездисперсионной среде показывает, что можно ввести фазовую функцию косинесоидальной бегущей волны. Всё, всё, хватит, хватит. Я думаю, что товарищ прапорщик всё понял. Садись, Исмаил. Садись, говорю. Ну, Ганс, ты же у нас начальник склада артовооружения, а не контрразведка. Ну, я же не знал, что этот вот профессор с виду чабан, как чабан. А тут видишь, какая физика. Слушай, у меня к тебе просьба есть. Я с самоделкой жёстко поговорю, но у тебя вроде с ним контакт. Попробуй с ним по душам. Хорошо? Поговори. Ладно. Я тебя очень прошу. Вот и приехали. А вещи куда? Пошли за мной. Круто. Слушай мою команду. Первая шеренга, здесь твоего отца все помнят. Хороший был командир. Жёсткий, но справедливый. Да. Отец был такой, да. Наш начальник погранотряда при Илье Ивановиче лейтенантов начинал. Да и начальник оперчасти должен помнить его. Сейчас познакомишься. Здорово. Привет. Здравия желаю. Здравствуйте. Здоровую, бегом. Эс! Все в порядке? Да, в порядке. Быстро в машину. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, объясняю. Значит, вот идет удар в торс. Давай удар в торс. Оп, подхватил, перешагнул, потом ударил, потом свернул, уложил и ногой еще. Или второй вариант. Значит так, смотри, есть те, бьют в лицо. Поближе подойди. Смотри, удари в лицо. Оп, подскочил, берешь на эту. И оп! Самоделка. Сейчас. Значит так, сто ножниц. Что не в настроении, товарищ прапорщик? Я его и тебе сейчас оскорчу. А что случилось? Меня тот командир попросил с тобой по душам потолковать. Да? А? Самоделка. Ты по почкам получить хочешь? Нет. Давай командиру. Есть. Ну, откуда у тебя синяк? Я спрашивать не буду. Ну, шел, споткнулся. Упал, очнулся, открытый перелом, гипс. Это я знаю. Ты когда там падал, случайно сержанта самоделка не было рядом? Нет. Что ты тут делаешь? Рустам Исмаилов. Не понял. У меня таких солдат еще не было. Спецшкола. Международная олимпиада по математике. Статья о трехмерной геометрии. Книга о теории логических игр. Персональная стипендия. Доклад на семинарии по проблеме. На вьес, токса. Это что, правда все? Да. А что такое проблема на вьес, токса? Ну, уравнение на вьес, токса это одна из семи математических проблем тысячелетия. Если кто-то решит хоть одну, то он получит миллион долларов от американского института Клея. Миллион? Угу. Ну, ты решил? Пробую. А что это за премия Эвариста Глуа? Да. Ты что, в Париже был? Да, был. Ну, это премия для молодых математиков, которым еще нет двадцать двух. А сам Эварист Глуа, он погиб на дуэли. Ему было двадцать один год. Двадцать один. Совсем пацан. Мог бы столько полезных вещей еще сделать. Ну, а ты в армию как пошел? У нас в роду считается позором, если не служил в армии. Не мужчина. Отец-то еще сомневался. А вот дедушка Наврус, он у нас очень строгий. Вот так и пошел. Компьютером владеешь? Нет. Не ври. Ну да, владею. Я договорился в штабе, для тебя место есть. В строевой части. Пожалуйста, не надо. Приказы не обсуждаются. Поедешь и все. Может быть, ты у нас один такой. На всю страну. Все, кругом. Марш. О, иди, иди, стукачок. Решите. Не знаете, какое здание здесь первым приказал построить Илья Иванович? Какое? Баню. Баню? Да, помнят. Любят вашего батю. Жаль, рано ушел. Очень рано. А ты, наверное, хотел попасть на заставу, которую им командовал? Куда направить, мне все равно. Молодец. Только на ту заставу не получится. Зато служить будешь в самом, можно сказать, героическом подразделении. У капитана Скерова. Отлично. Недавно в жестоком бою уничтожили вооруженную банду. Захватили сто килограммов героина. Здорово. И часто такое бывает? Не часто, но регулярно. Огневой контакт здесь обычное дело. Как в войну с басмачами. Повезло тебе, лейтенант. Настоящая пограничная служба. Да уж. А это, товарищ майор. Товарищ майор, а вот это вот? А это не в бою. Кожные заболевания здесь обычное дело. Гнойные всякие, фурункулезы. Но это лечится? Запросто, как насморк. А ты что, испугался, что тебя девушка дома не узнает? Ну, есть немного. Это ничего. Девушки, если хорошие, они и Рябова полюбят. И то правда. И зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Есенина любите. Есть такой грех. А я вот Пушкина люблю. Ну, нет, Есенин тоже хороший поэт. Два дня, как пропал твой друг Рим Джанов. Ты говоришь, что ничего не знаешь. Ну, так я ничего не... Молчай! Я понимаю. Ты выгораживаешь своего друга, который пошёл в самоволку. Конечно, ты же не стукач. Ты идиот. В твою тупую башку не приходил, и что? Он либо труп, либо заложник. Вопрос только в одном. За речкой он? Или ещё здесь? Говори. Говори, я сказал. Товарищ капитан, есть такая птица. Я забыл название. Ну, она красивая такая, с хвостом, там, распускается он ещё. Павлин, что ли? Павлин. Ну? Ну, так вот. Я знаю, что надо особенное домой везти. Гранатомёт, что ли? Ай, дурак. Ты у Юбхана дома был? Ну, был один раз, и что? Ну, в саду птицу видел такую с большими хвостами? Павлин. Ну, да, павлин. Тип, 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 тип. Тип, 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 тип. Тип, 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 тип. Тип, 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 тип. Так о чём это мы? О том, что мне повезло. Несомненно, повезло. Только жалко, ненадолго ты к нам, во вкус не успеешь войти. Ненадолго? Ну я ж всё знаю, этот командир пока не в курсе. Только вот не могу тебя обрадовать, вопрос пока не решён. Но с моим переводом, да? С твоим скорым возвращением в Москву, к себе. Не решён? От службы будет зависеть, как себя проявишь. Я буду стараться? Стараться можно по-разному. Можно просто стараться. И не просто тоже можно? Ну а я о чём тебе? Понимаешь, на заставе Аскерова в последнее время большие проблемы. Есть подозрение, что там информатор контрабандистов. В общем, я хочу знать всё, что происходит на этой заставе. Стучай, значит? Ну, лейтенант, мы ж с тобой не на разные государства работаем. Потом доверять я могу только тебе, ты ж человек свежий. Поможешь мне, ну тогда я… Поможете с переводом. Мешать не буду. А это знаешь, какая помощь? Ну да, ну да. Забывать стали своих героев нехорошо. Ну да, ну да. Быстро в дом. А ты смотри, чтоб никого. Тихо, не шуми. Быстро, быстро. Тихо, быстро. Послушай, Исмаилов, я поговорил с начальником. Он считает, что тебя вообще надо в штаб перевезти, в Душанбе. Будешь к родителям поближе. Ты и работу свою продолжишь. Спасибо. Да ладно. Ждите меня здесь. Приедет лейтенант, пусть тоже подождёт. Потом в отряд. Ясно? Понял, товарищ капитан. Ясно. Ясно. КОНЕЦ Ассаламу алейкум, Аюбхан. Разговор к тебе есть. Рад видеть доброго соседа. Обязательно поговорим. Только наступило время намаза, а мы с тобой, мусульмане, и не можем нарушать обычаи. Да, наступило время намаза. Чуть не пропустил. Везёт тебе, Исмаилов. По горам тебе больше не шариться, с духами не бодаться. Сиди себе в штабе. Хочешь чайку попей, хочешь намазу дави. Тебя по какому блату перевели? У командира спроси. Вообще-то ты малахольник какой-то. На, держи. Саидов просил передать. Спасибо. Вообще-то он придурок. Я про Саидова. Но пожрать у него всегда есть. А ты всех придурками считаешь, кто на тебя не похож, а? Слушай, я тебе конфету передал, а ты борзеешь. А вообще-то он две хотел передать. Да ладно. Одна твоя. За доставку. Сто лет такие не ел. А ты... А ты знаешь, чего там делает командир, а? Никто не знает. Ну, раз уж он там, значит, что-то важное. Будешь со мной, Мансур? Большая честь для меня. Да. Дешевкур. Бисм Аллахи Рахмани Рахим. Аллоу Акбер. Бисм Аллахи Рахмани Рахим. Аллахи 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 Рахим. Аллах Акбари, Аллах Акбари, Аллах Акбари. Акбари, Аллах Акбари, Аллах Акбари. Аллах Акбари, Аллах Акбари, Аллах Акбари. Аллах Акбари, Аллах Акбари, Аллах Акбари. Пока живой. Отдай мне его. Забудем про всё, что было. Ты не спросил, хочу ли я это забыть. Ну, а что тебе мешает? Если бы он просто как вор залез в мой дом, его бы выкинули оттуда, как вонючую крысу, и при этом ещё набили морду. Да он вообще молодой, ему 20 лет. Да, да. Пришёл вытащить перо из хвоста моего павлина, Иван Царевич. Он, наверное, забыл, что я давно не держу павлина в кишлаке. Там живут мои старшие жёны. И когда они спали в саду, он как паук вполз туда. Он будет наказан? Будет наказан, да. Но только по закону шриата. Три года будет моим рабом. Три года. Потому что я очень добрый человек. Это невозможно, он солдат. Возможно. Кто сможет мне помешать? Я. Шторман, возьмёшь мой дом? Или тебе не нравятся законы шриата? Слишком строго. Хорошо. Я сдам твоего сержанта прокурору. А мои жёны напишут, что он хотел надругаться над ними. Хорошо. Чего ты хочешь? Наконец-то оказал мне уважение. Твой человек оскорбил мою семью. Твои люди убили моего племянника. И ты сам пытался унизить меня. И теперь ты услышишь, что я хочу. Ты что, забыл? Что твой племянник нёс героин через границу. Хочешь, я скажу, кто сдаёт твоих курьеров? И ты скажешь, за сержанта? Почему нет? Я не отдам его за пустые слова. Лучше я... Лучше я его поставлю на кон в нарды. И что ты мне отдашь Раим Джанова, если я выиграю? От Коляба до Курган-Тюбе лучше Аюбхана никто не играет в нарды. Ты сама-то прекрасно знаешь. Раим Джанов находится у меня. В чём моя выгода? Что я буду иметь? Не напрягайся. Я тебе сам скажу. Отдашь всё то, что нашёл в ущелье. Это не твой товар. Я ей не говорю, что мне отдашь. Аюбхан, я не частная лавочка. Я не могу. И ты это знаешь. Скажи, когда пошлёшь в отряд. Маленькая охрана, никто не пострадает. Хорошо, а если я выиграю? Это будет самая главная победа в твоей жизни. Я верну тебе сержанта. И сколько там запросил с тебя Назар Колыма? Десять тысяч? Получишь пятнадцать. Хорошо, а если я откажусь? Сержант сдохнет. Это первая неприятность, которая тебя ожидает. Ну, а вторая. Все газеты напишут, капитан российской погранслужбы проиграл в нарды своего подчинённого. Ты станешь знаменитым. Слушай, я правда не могу с тобой играть. Испугался? Нет, почему. Просто капитан пограничных войск не может играть с мелким наркоторговцем. Кто это мелкий? Обидеть хочешь? Да нет, почему. Просто думаю, как найти для тебя достойного игрока. Приехали. Дома Евхана вон там. Понятно. Ну, ладно, спасибо тебе. Да не за что. Счастливо. И вам удачи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Салам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он уже здесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это блок управления. Это кнопка взрывателя. Это просто как телевизор включить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Точно? Проколов не должно быть. Ошибётесь, башку отделят от вашего тела. Понятно? Да. Всё должно быть сделано. Прокольтесь, башку оторву. Я жду результатов. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты станешь знаменитым! Просто капитан пограничных войск не может играть с мелким наркоторговцем. Что это мелкий? Обидеть хочешь? Ну, помогите! Добро пожаловать в республику Таджикистан. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди, я тебя жду. Ну что, пойдем попросить? Дядь! Дай девчонку! Дай девчонку, пожалуйста! Что, денег надо, что ли? Как вас много, а? И все бедные, да? А ну-ка, прекратите! Родители хоть своих не позорьте! Никак не могу отучить их попрошайничать. Говорю, стыдно, нельзя, бесполезно. Да что, 10 рублей жалко что ли? А ты кто им? Учитель. Учитель. А ты новенький? Да я вот только что приехал. Владимир. Фуршет. Очень приятно. Как? Фуршет. Трудное имя. Поэтому вспомни фуршет и поменяй буквы. Фуршет? Да. Фуршет когда, да? Да. И поменять буквы. Фуршет. Слушай, магазин есть? Есть. Покажешь? А, Фуршет. Хорошо. Привет. Как дела? Хорошо. Вот тебе человека привёл, он магазин искал. Здравствуйте. А что вы хотите? Здравствуйте. Что я хочу? А я вот хочу узнать, куда таких красивых девушек всё время прячут? Что бы вы искали, наверное? Что бы искали? Так мы найдём. Хоть в пустыне, правда? А у вас пиво есть? Есть, холодное. Только для офицеров. Да, очень хорошо. Как вас зовут? Пожалуйста. Лейла. А вас? Лейла. А я Владимир. Очень приятно. Вы знаете, я заметил, что многие девушки постоянно в землю смотрят. А вы прямо светитесь. А есть причина. Да? А тебя не спрашивают. Я что-то не то сказал? Да ерунда. А вы знаете, а за вами командир состава приехал. Да? Да. А вы откуда знаете? А я всё знаю. Мы же пограничники. Наполовину. Вот как. А на половину нарушителя. Да? Ха-ха. Ну ладно, сколько с меня? Двести. Да? Двести. А вы не торопитесь. У вашего командира тут какие-то дела. Он в доме у Айупхана. Да? Вон его машина стоит. А вы можете зайти к Айупхану. Или возле машины подождите. А хотите, можете здесь пиво попить. Командир наверняка сам сюда зайдёт. А скажите, какой он человек? Капитан Аскеров. Он строгий человек. Да? Хороший. Он карьерист. Почему? Ему майора не дают, пока он не женился. Об этом и думает. Молчал бы. Если это шутка, то дурацкая. Ещё учитель называется. Ну, поговорили. До свидания. До свидания. До свидания. Ну да. Я тоже пойду. Спасибо. До свидания. А вещи? Ой, вещи? Да, точно. Простите. До встречи. До свидания. Счастливо. Ну да. В детстве дружили. Ей как старший брат били. Даже уроки делал за неё. Как война началась, отец отправил её в Екатеринбург к родственникам. А она что, там влюбилась в кого-то? В этом Екатеринбурге? И пообещала выйти за него замуж? Да? Нет? Или да? Да нет. Там она поступила в институт. Ну и что ж ты так переживаешь? Может, всё срастётся ещё? Нет. У неё любовь с твоим командиром. Да ты что? Серьёзно? Да. Так ты отбей. Да, отбей. Ну да. Отец её такой колым запросил. Просто нереально. А со мной вообще говорить не стал. Кто я? Учитель. Да, брат, тяжко тебе. Ну тогда забудь её. Пробовал. Ну и? Не получается. Каждый день её вижу. И по ночам она мне тоже снится. Ладно. Счастливой тебе службе. До свидания. Давай я тебе не хворать. Спасибо. Угу. Смотри, это, наверное, и есть наш новый лейтенант. Взводный. Здорово, бойцы. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Вольно. Капитан Аскеров надолго здесь? Не могу знать. Ага. Вы располагаетесь в машине, товарищ лейтенант? Да нет, я лучше на скамеечке подожду. Посижу-то. А вы наш новый изводный? Кто, я? Наверное. Ремень подтяни. Солдат. Солдат. Пос구-то. И кто тут? Ей, кто тут Исмаилов? Я! Начальник зовёт. Иди за мной. Иди раз зовёт. Везет же некоторым. Что-нибудь пожрать дадут. Этот мальчик… Что, испугался, Айбхан? Ты что, смеешься надо мной? Пока нет. Пока нет. Мальчик, ты хоть ходить как знаешь? Я третье место занял в чемпионате. В школе? Я ставок не отменял. Я тоже. Играй. До трех побед. Хорошо. Откуда взялся, офицер? Не знаю. Из магазина вышел. Чего ему тут надо? Может, Аскерова ждет? Опа! Это первое. Хорошо играешь, сынок. Наверное, в школе тебя этому неплохо учили, раз ты занял третье место. Но будет лучше, если ты будешь учиться у дяди Аюба. Тогда ты всегда будешь занимать только первые места. Угу. Угу. Не нравится мне это. Угу. Эй! Иди сюда! На, купи себе чего-нибудь. Спасибо! Ну, дай мне! Ну, дай мне! Ну, дай мне! Ну, ребят, вы не наглеть! На, на! Спасибо, дядя Литина! Учительный не говорите, ладно? Это будет наша маленькая военная тайна. Угу. Как так, как так? Вот так. Как ты ходил? Вам повторить? С какого хода? Аюб, перестань, все честно было. У меня больные глаза, я ничего не вижу. Глаза больные, очки носи. Ты проиграл, Аюб. Давайте еще раз сыграем. Это не честная игра. Давайте заново, давайте заново. Хватит, ты уже три раза проиграл. Твой солдат жулик. Кто он такой? Ты в каком чемпионате выиграл? Монте Карло. Это чемпионат мира такой, Аюб. Он там всего третье место занял. Да? Так, не повезло. А ты у него целую партию выиграл. А вы неплохо играете. Хотите еще раз? Я вам фору дам, а? Заткнись, щенок! Аюб, дорогой, ну что ты как ребенок кричишь? Тебя же на весь кишлак слышно. Он мне ничего не сказал. Это неравный игрок. Когда ты думал, что он сопляк, ты хотел играть. Признай, как мужчина, свой проигрыш. Хорошо, признаю, я проиграл. Извини, капитан, мне бы с тобой обсудить одно дело. Сначала пусть заплатят проигрыш. Это справедливо. Тащите его! Исмаилов, забери его и ждите меня в машине. Исмаилов, забери его и ждите меня в машине. Ну как, нормально? Пить хочу. Попить дай. Сейчас. Держи. Ну ничего, выглядишь нормально. Ага. Да он что, пьяный? Да нет, просто притворяется. Манав, все надо отменять. Подожди, все нормально. Все надо отменять, что-то мне не нравится. Подожди, пока все нормально. Мансур, ты замечательный человек. Я бы хотел иметь такого брата. Ну да, сколько бы я героина передощел на этот берег. Ладно, зачем нам играть в прятки? Надир Шах предлагает тебе дружбу. Так мы вроде как дружим. Он нам так помогает. Он будет помогать тебе лично. 30 тысяч. Это за героин из ущелья? Нет, я понимаю, что ты можешь получить по шапке. Разжаловать могут, уволить. 50. Под трибунал могут? 75. Вот это уже рекорд. Нам ничего не жалко для друзей. И это только за героин? Да, за один день. Надир Шах станет твоим лучшим другом, я твоим рабом. А если нет? А если нет, тебя убьют. Так же, как и любого, кто скажет нет. Так же, как и любого, кто будет вокруг тебя. Значит, дело не только в героине? Да, дело в большом героине. Потому что здесь проходит главный героиновый путь. И они сотрут в порошок любого, кто встанет на дороге. Тебя, меня, Надир Шах. Только надо принимать решение сейчас. Потому что, когда ты выйдешь из этого двора, будет уже поздно. И в этом духе и так далее. И в этой душе не нужно, что я не могу. И в этой душе. Но, в этой душе не надо принимать решение. Мне не надо принимать решение. Субтитры создавал. Как дела в роте? Да нормально все. Нет, не все. Мы в горе на задания ходили. В духе там файрамы. Теперь мы в госпитале. Нифига себе. Хорошо, последний вариант. Возьми деньги и ничего не делай. Просто деньги, ни за что. Да, ни за что. Это потому, что у вас есть человек, который все сделает без меня? Да. По сути, от тебя ничего уже не зависит. А ну-ка, подтянулись. Быстрее одевайся. Ботинки почему грязные? Одевайся, одевайся давай. Машина заминирована. Лица не меняем. Спокойно. Давай, давай, одевайся. Кепку поправь. Ремень подтяни. Вы идете вдвоем и предупреждаете об этом Аскерова. Мы идем к Волге. Ты держишься на расстоянии. Одевайся тебе. Почему ботинки грязные? А ну-ка быстро почистить. Быстро, я сказал. Есть, товарищ лейтенант. Я прошу тебя, согласись, Мансур. Ты не знаешь, он вкусный? Кто? Павлин. Говорят, не очень. Аюбхан. Знаешь, кто сдает твоих курьеров? Спроси у Хакима. Сто. Мансур, сто тысяч. Открой. Товарищ капитан. Что случилось-то? В машине бомба. Алло. Да. Привет, командир. Как дела? Здорово. Руки убери. Иди сюда, гад! Вылезай с машины! На землю! На землю, я сказал! Не рыпайся! За мной! Лейтенант, отставить! Отставить, говорю! Быстрее ну! Сматываемся! От сволочи! Лейтенант Латников, капитан Аскеров, что случилось? Я наблюдал за двумя людьми. Один из них крутился у УАЗика. Я проверил и обнаружил взрывчатку. Она находится под передним правым крылом. Надо вызвать саперов. Хорошее начало, лейтенант. Спасибо. Служу России. Служу России. Служу России. Служу России. Алло! Ничего не слично! Останови! Хаким! Ну так вышло! Ну ничего нельзя было сделать! Но мы доведем дело до конца! Не попадайтесь мне на глаза! Башку оторву! Поехали! Все сам должен делать! Ты не нашел шпиона! Ты не купил Аскерова и не убил его! Аллах разлюбил тебя! И самое главное! Ты не нашел товар! Аллах разлюбил тебя, Хаким! Я убью капитана! Я продам все, что у меня есть, но я соберу деньги! По здешним ценам! Товар должен был уйти в Англию! Ты представляешь, сколько я потерял? И что мне теперь делать? А, Хаким? Режь меня, если это искупит долг! Спаси семью! Что ты делаешь, Хаким? За что ты так со мной? Разве мы не были с тобой друзьями? Не делили кровь, хлеб, не прикрывали друг друга в бою? Встань! Твое унижение оскорбляет меня! Если я не верну долг вовремя, никто не позволит мне просить о пощаде и взывать к Аллаху! Меня убьют в тот же день! Что мне делать? Что мне прикажешь делать, когда лучшие люди меня подводят? Дай шанс! Я все сделаю! Или искуплю кровью! Пожалуй, не откажусь! Кровь! Это самая конвертируемая валюта! Твоя младшая сестра пара вина теперь принадлежит мне! Можешь не волноваться за нее! В этом доме ей будет хорошо! А теперь иди! Аскеров должен взять деньги или умереть! Дорогая, ты здесь? Здесь! Что-то случилось? Случилось! Ты плохо говорил с Хакимом! И что? Мне было очень стыдно за тебя! Почему? Ты вел себя как восточный деспот! А как я должен был себя вести? Ты не должен был унижать Хакима! Что-нибудь не так? Ты должен был его убить, а не унижать при всех! Убить Хакима? Уважают жестокость! А не унижение! Нет, Сидора! Я сделал все правильно! Правильно так правильно! Постой! Убить! Если эта маленькая дрянь хоть раз подойдет к тебе, ты об этом пожалеешь! Ты не поняла меня, Сидора! Вернись! Зачем ты потащил этого зверя с собой? Пророк не будил его! Отрезал край платья! Он священное животное! Ты не знал? Кто бы мог подумать! Передай ему мои извинения! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я назвал его Искандер! Я воспитаю его котом Дервиша! Ты не боишься, что он зазнается? Скоро мы уйдем отсюда! И у тебя будет много друзей! И только один Искандар! Дедушка! Я все думаю про тех людей! Каких людей? Которых Аллах позволил нам победить! Ага! А ты все еще думаешь? Это хорошо! Ты сказал! Аллаху угодно наша победа! А если плохие люди победят нас! Такое ведь может быть! Ты так медко кидаешь камни, что я не представляю, как нас можно победить! Но правда! Правда! Не смейся! Значит, Аллаху будет угодно, чтобы они победили! Ты настоящий Исуфий! В поисках истины! Ты отвечай! Отвечай! Знаешь, Юсуп, если Аллах и впрямь решит забрать наши души, значит, мы ему нужны в другом месте! Для какого-то доброго, хорошего дела! Вот так! Не может быть! Ты опять выкрутился! Постой-ка! Если остановят, мы идем в Шахимастон! Понял? Вот так! Прикаплятый отец... Тау-ка-ка-ка-ка! Ее-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Тау-о-о! Ее-е-е-е-е... Тау-о! Ас-салам алейкум, святые странники Алейкум ас-салам Это ты, Хаким? Я, Божий человек, и я Говорят, если встретишь Дервиша на дороге Хорошая примета Я тебя встречаю второй раз, но ничего хорошего не происходит Надо встретиться в третий раз Наверное Может быть, посидишь с нами, отдохнешь? Спасибо, не откажусь Хаким Ты, может, довезешь нас до Шахим-Астона? Я бы довез Но вот машина поломалась А вы здесь ходите не в первый раз Мои люди часто видят вас на этой дороге Мы всегда ходим по одним и тем же дорогам Хотя У каждого есть своя дорога Может быть, ты ищешь чего-нибудь? Я ничего не ищу В чужих мешках Мясо Мясо, картошка, помидоры, соль, перец, спички Это все Для того, чтобы сварить хорошее шурпо А у нас есть вода Может быть, сварим шурпо? А, старик? Посидим, поговорим о том, кто чего ищет в этих горах А, старик? Вещи лейтенанта Гущин, отведи лейтенанта Латникова в канцелярию Есть! Ну что, Раим Джанов Ты что, и вправду полез за пером «Жар птицы»? За пером Теперь знаешь, когда на дембель пойдешь? 31 декабря в 23 часа 59 минут Правильно Что после отбоя будешь делать? Нужник буду чистить Вот и молодец Спасибо Исмаилову, скажи Если бы не он, три года гражданки бы не видел Спасибо Идем Держи, Иван Царевич Спасибо Товарищ капитан Да Разрешите обратиться Слушай, для тебя есть место в Душанбе И еще Твоя игра в нарды приравнивается к боевому заданию Поедешь в отпуск Это приказ Товарищ капитан Исмаилов Я что хочу сказать Ты мне братом будешь теперь Кто-нибудь обидит, сразу скажешь Любого, как портянку порву Спасибо тебе Любого порву Ну ничего, вместе порвем Мы уже час здесь сидим Давай быстрее Хаким уже злой Злой и голодный Больше мяса, малыш Больше мяса Юсуп Не забудь больше мяса Хакиму Ну что там Долго нам здесь торчать? Автобус заправится и приедет Правда, что вы, дервиши, не совсем мусульмане? Таинственные суфи Старики говорят, есть орден дервишей-шпионов Ты знаешь о нем? Если есть орден дервишей-качающихся И орден поющих дервишей Почему бы не быть дервишем-шпионом? Они помогали моджахедам против шурави Северянам против талибов Сейчас они против моджахедов За кого они? Вообще-то их зовут Тервиши-стражи Они охраняют Насколько я знаю Восток от запада Запад от востока Так они Сторожат границу Как зеленые шапки? Пограничники Спасибо большое Целый чай Вкусно Хорошо готовишь Когда-нибудь в этом Не будет смысла Когда-нибудь? Да, Хаким Когда в Европе Будет меньше спесей А на востоке меньше Нищеты Они подадут друг другу Руку Но не сейчас Мудро Мудро Что я хотел спросить? Что я хотел? Ты хотел сказать Хаким Что горько у тебя на душе Да Да Я это говорил Возможно Я слышал Да, старик Моя душа Плачет Горит Волком воет А я молчу Потому что я гордый человек Я знаю Тот, которого я любил Он меня Раздавил Он меня Как плевок Мы были дружны Десять лет Я видел его слезы Я его От пуль Оберегал А он В присутствии всех Показал Что я червь Что я никто Все знают Про мою сестру Все знают Про мой позор Ты все знаешь? Что мне делать? Жизнь проходит И с нею Позор Нет, старик Позор он Позор он остается навсегда Там На той стороне Есть капитан Пограничник Мусульманин Да нет Не в этом дело Он Хотел его купить Он не берет денег Я пугал его А он не боится Но я узнал его Позор Его Давняя история Забытая Он так думал А капитан сломался Потому что Жизнь проходит А позор Остается Старик О, лах Я так устал Забытая Типа Это ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уйти нам придется раньше, чем я думал. Мы опять победили. Да, но Хаким разгадал нас. Мы часто ходили по этой дороге. Мы уйдем с Русским? Да. Пошли. Нам надо уйти с дороги. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, моя дурная башка! Искандер! Оставь его. Где ты будешь его искать? Я сейчас. Вернись, Юсуп. Я быстро. Юсуп, осторожней. Искандер! Юсуп. 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 Искандер! Эй, стой! Куда? Приставлю, как щенка! Стой, говорю! Вот и третий раз встретил я Дервиша. Значит, дело не только в героине? Да, дело в большом героине. Аллах разлюбил тебя, Хаким. Я убью капитана. Машина заминирована. Лейтенант, отставить! Руки убери! Я проверил и обнаружил взрывчатку. Хорошее начало, лейтенант. А как я должен был себя вести? Ты должен был его убить. Как ты ходил? Аюб, перестань. Все честно было. Но Хаким разгадал нас. Мы часто ходили по этой дороге. Ты что, и вправду полез за пером жар-птицы? За пером. Держи. Спасибо. Иван Царевич. Ой, моя дурная башка! Искандер! Где ты будешь его искать? Я быстро! Тот, которого я любил, он меня раздавил. Твоя младшая сестра Барвина теперь принадлежит мне. Жизнь проходит, и с нею позор. Подожди. Иван Царевич. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мои грехи несу с собой. Надо же подумать о будущем, Юсуп. Хотя бы оставить какие-то крохи. Это порошок шаха. Никто не торгует без разрешения Надира. Если ты взял это у вора, значит, ты сам вор. Я виноват. Я ваш должник. Не губите старика. Кто будет заботиться о маленьком сироте? Так исполни свой долг. Подожди, Равшан. Этот старый мошенник хочет, чтобы мы говорили о порошке. О чем еще? Ясно, что он здесь ходит. Туда-сюда. Молчи! Нет, Суфий, ты не похож на курьера. Я не был курьером. Жизнь заставила. Нет. Ты похож на человека, который не хочет нам выдать русского журналиста. Его тело не нашли. На тот берег он не переплывал. Даже если он где-нибудь спрятался. Без чьей-то помощи он бы и двух дней не протянул. Не знаю, о чем ты. Знаешь, знаешь, я никогда не пытал стариков и детей. Не заставляй меня. Вон, слышишь, твой мальчик уже плачет. Я ведь тоже отец. Мне больно смотреть на то, как дети плачут. Я смотрю спокойно. Я ничего не вижу. Ах, да. Один слепой, другой немой. Юсуп, ты ничего не хочешь мне сказать? А может быть, ты хочешь сказать своему дедушке, а? Встать! Вставай, старик. Иди. Иди прямо. Пока я тебя сам не остановлю. Юсуп, так может быть, ты что-нибудь скажешь, а? Скажи. Старик, так ты мне не ответил. Что, бесчестие навсегда или нет? Или есть какое-то избавление? А? Я знаю ответ. ответ. Я скажу тебе. Абдулло, возьми мальчика и бей его, пока он не скажет, где они прячут этого русского. А если он не знает? Делай с ним, что хочешь, но хоть что-нибудь он знает и уведи его подальше, чтобы я не слышал его вопли. Идем со мной, батя. Иди вперед, не бойся. Брат, ты не ошибся? Мы не убили святого человека. Он был слепой, он пытался что-то ответить тебе. Он не был слепым, и он мне ответил. Иди вперед. Брось эту палку. Будешь послушным, не так будет больно. Ползи ко мне. На коленях. Быстро ползи. Как бы ни прибил его, Абдулла. Он может. Сейчас ты мне расскажешь, где вы прячете русского. Абдулла. Абдулла. Хаким, убей этого маленького святана. Убей его. Стреляйте. Стреляйте в него. Стреляйте. Вы что, стрелять разучились? Да не могу я. Голова кружится после этого шурпо. Тьфу, бараны! Ну, а как вы сообразили с этой машиной-то? Да так, смотрел, наблюдал. Делать нечего было. А я, кстати, после училища на погранконтроле служил, и у меня навык остался. Наблюдал много. А навсегда видно, когда человек нервничает. Особенно, когда он не знает, что за ним наблюдают. Хорошая школа по гранконтроле. А я вот думаю, что вы проявили мужество и бдительность. Ценный кадр. Жаль, только к нам на два месяца, как в турпоездку получается. Ну, даже и на два месяца. Тут работы, товарищ лейтенант, хватит на два года. У меня здесь взвод первогодков. Надо бы их подтянуть по боевой подготовке. Понял. Разрешите идти? Идите. Ну, и зачем нам этот пассажир на два месяца? Незачем. Только получается, что он меня жизнь спас. Давай, заходи. Чисто, тепло, санитария. Никакие гады не ползают. В конце коридора горячая вода. Греется фактически всегда. Хилтон! Круто. Ну, ничего, ничего. Давай, устраивайся. Я-то сам в городке живу. Жена, дети. А здесь Мюллер, Никита Жердев и Клеймёнов с женой. Помогут всегда. Давай. Скажи. Он здесь застрелился? Здесь. К родителям его отвязь. Вчера вернулся. Не приведи Господь. Нелс. 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 Нет. Мы в фортеции живём, хлеб едим и воду пьём, А как лютые враги придут к нам на пироги, Зададим гостям пирушку, зарядим кортечью пушку. Вот такая вот Белогорская крепость. Инвалидная команда. За речкой Пугачёв героином торгует. А вот и Александр Сергеевич Пушкин, собственной персоной. Капитанская дочка. Одно к одному. Да они просто так мне эту книжку оставили. Береги честь молоду. Попал так попал. Да ладно. Будем жить, где наша не пропадала. Поздравляю, товарищ командир. 75 тысяч, ни за что. Рекорд заставы получается. Вам уже суют, как полковнику. Просто нарушение субординации какое-то. Ничего смешного здесь, Коля, я не вижу. И за что? За сто килограмм героина? Хотя в Европе оптом на пол лимона потянет. Ты особисту докладывал? Докладывал. Спалили мы этот героин. Да и чёрт с ним. Тут, Коля, что-то другое. Что? Я не знаю. Думаю, они хотят всё взять. Всю границу. АПЛОДИСМЕНТЫ Джамшет, тебе кто-нибудь сказал, что я умер или сошёл с ума? Нет, Назар, виноват никто не говорил. Так почему разразить тебе Аллах, ты возишь молоко в городок и на заставу? А? Ты что, забыл дорогу в мой дом? Нет. Нет, не забыл, Назар. Я больше не буду. Иначе ты знаешь что? Я Назар Шарипов. Ты потеряешь клиентов, а потом сам пеняй на себя. Всё-всё-всё, я больше не... Всё с тебя вычту. Я всё понял. До последней копеечки. Всё, я понял. Я Назар Шарипов, а не... Ты Назар Шарипов. Ну, а ты кто такой? Только не стреляйте, не стреляйте. Пойдём, узнаешь. Стоять! Вы что, ребята? Кому скажешь, убью. Я не тот Назар Шарипов. А? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АКС-74, извольте получить. В угрожающем для врагов состоянии. А как ваше имя? Фёдор Гансович. А Мюллер это прозвище? Фамилия. В переводе на русский будет означать Мельник, да? Откуда знаете? А у меня мама, преподаватель немецкого языка. Я ей сам свободно говорю, правда, с берлинским акцентом. А вы? Я с казахским. Угу. Пистолет Макарова с кобурой. В угрожающем для врагов... Распишитесь. Угу. Вы знаете, у меня одноклассник был, тоже немец. По фамилии Киллер. И ничего. Хороший парень, ребята к нему классно относились. Уважали даже. Киллер, представляете фамилии, а? Прабщик Мюллер оружие выдал. Есть ещё вопросы? Хер, лейтенант. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вставай! Вставай, кому говоря! Вставай! Вставай! Это точно он? Да, это Назар. Сажайте его назад. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну чё, пацаны? Давай. Я хочу выпить этот кисель за настоящего погранца. За святого человека, который спас меня из чёрных рук. Из чёрных лап. От негров, что ли? А все поняли, что я сказал? Поняли, да? Поняли. Да, поняли, поняли. Он... Внады тупого бая обыграл. И я бы обыграл. И самоделка тоже. Да кто угодно. Ты? Ты продул бы и меня, и штаны свои. Понял? Чё, я по-твоему играть не умею? Не умею. Эй, хорош вам. Мы же свободу отмечаем. Давай. За пограничников. Давай, за пограничников пьём. Ура. 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 Ну чё, Исмаил? Хороший кисель. А водка была бы лучше. Молчи уж. Извини, Никита. Я… Никита Андреевич. Да. А я, значит, Владимир Ильич. Тут футбол начинается, чемпионат. Сборная играет. Смотришь? А, сегодня? Да, сегодня. Я и забыл. Проходи. Угу. Не забивает. Давайте ещё раз посмотрим этот момент. Вратарь. Вратарь. Выручаем. Очень, конечно, жаль, что наши пропустили этот мяч. Напомню, что в первой встрече… А, да, кстати, я тут фотографию ношу. Может, кому передать? Обязательно. Из книжки выпало. Из книжки выпало. Так. Нет. Это мы сейчас смотреть не будем. Что не будем? Ты что, обалдел что ли? Мне завтра в шесть часов утра вставать в футбол, блин. Да… Ну, ты ведь сам сказал… Слушай, давай, Ильич. Запомню сейчас раз и навсегда. Когда я прихожу после дежурства или поиска, стучать ко мне. Только когда командира позовёт. Или боевая тревога. Усёк. Ладно. Очень мало сил. Третий матч за восемь дней играют футболисты. Но надо потерпеть. Надо потерпеть. Надо потерпеть. Ну, это ж надо, а. Как лаха. Посмотрите, как болеют наши зрители. Стреляющий. 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 Журавлёв разминается. И наверняка он выйдет на поле буквально через минуту-другую. Наш ведущий нападающий. Который в чемпионате за Северной. Стреляющий. А утром. Стреляющий. Не забивали форварды в турнире. И в этом розыгрыше Путка У наших заявок. Позовет. 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 Открытая библиотека. Уайта врывается в широкую площадь. Куда-то нет. 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 Я не выживаю. Я не говорю, что он будет чистой. Места не ведет. Правда, вы видите. Я не знаю, что оно будет так. Друзья, неправильно, только крючка, архипотарий Лискина входит в мяч в руку и врывается в строк, как ходит коровяк. Тебе сил хватит? Да, вроде. Старайся плыть близко, но надо сильно, сильно, сильно надо. Я понял, грести сильно. А потом-то куда? Я не знаю, что за рекой, но маджахеды тут не ходят. Наверное, пограничники рядом. Это хорошо. А что это там у тебя? Искандер. Я его спас, а деда не смог. Аллах позвал его на доброе дело. Все помнишь, что должен сказать? Да, помню. Иди, иди, пока нет никого. А ты со мной не идешь? Нет. А как ты тут один? Теперь я. Дервиш-страж. Ты что, малыш? Что ты будешь тут делать? Охранять восток от запада. Запад от востока. Это все сказки тысячи одной ночи. Твой дедушка специально придумал это для тебя. Он был не джин и не дервиш. Он был разведчик. Ты ничего не знаешь. Здесь все сказки правда. Передай им. Я уйду из Тахара, потом вернусь. Все будет как раньше. Расскажи им про деда. Будь мужчиной. Не плачь. Мы их победим. Да. Расскажи все, что дедушка говорил о предателе на русской заставе. Не забудь про капитана. Капитан мусульманин. Пограничник. Не брал взятки. Сломался. Старые грехи. Я ждала его до утра. Он не пришел. Мне страшно. А потом я пошла его искать. Вспомнила, что он должен был зайти к Джамшиту. Ко мне? Был у тебя назад? Мансур, я никого не видел. Я клянусь Аллахом. Я ничего не знаю. Честно, отпусти меня, командир. Я никого не видел. Иди, иди. Беда случится, сам ко мне прибежишь. Иди, говорю. Спасибо. Спасибо. Что? Ты куда? Идем. Зачем? Иди. Куда? Не бойся. Ничего не бойся. Зачем ты его отпустил? Все равно он ничего не скажет. Боится. Скажи, никто не приходил? Выкуп не просили? Нет. В таком случае всегда обращаются к Юбхану. Он все знает. Я к нему ходила. Что он сказал? Он сказал спросить у командира, что делать. Что надо делать? Понятно. Его не убьют? Его не убьют. Я тебе обещаю. Я тебе клянусь. Я его вытащу. Я его обязательно вытащу. Не бойся ничего. Не бойся. Не бойся. Господи, куда идти-то? Поправить головные уборы. Равняйсь. Смирно! Смирно! Товарищ солдат, у вас со здоровьем все в порядке? Команду смирно. Почему не выполняем? Вот так вот. Ремень поправь. Товарищ лейтенант. Почему все в кроссовках? Обычная обувь. Удобно по горам бегать, товарищ лейтенант. Да? Понятно. Ладно, проведешь, Коля, учение без меня. Проследи, чтобы новенький не потерялся. Латников? Да. А ты куда? А я до речки прогуляюсь. Один? Да. Один. Тころ… Тру… Т??? Тру… Тру… Смирно! Равнение налево! Товарищ капитан, разведывательно-поисковая группа для инструктажа построена. Командир группы лейтенант Латников. Вольно! Вольно! Задача группы – провести поисковые действия по обнаружению и задержанию условного нарушителя. По условиям задания, одиночный нарушитель пытается пересечь границу в районе перевала. Нарушителя надо брать живым. Старшим поисковой группы назначается лейтенант Латников. Красиво! Да. Если Трофимов его не найдет, значит, он здесь пошел. А внизу по усилию не мог пойти? Нет, там заминировано. Бобры придут, разминируют. А пока мертвая зона. Да? Ну, пошли тогда. Так, конечно. Мой сосед слышал? Селим, брат Хакима, привез с этого берега человека. На, поешь. Спасибо, начальник. А что за него хотят? Нет, держат его лучше, чем простых пленников. Не в яме, не в сарае, прямо в доме Хакима. Только охраняют. А братья у Хакима есть? Два взрослых. Селим, Лавшан и совсем маленький Хайжулла. А на эту сторону часто ходят? Да. Они не носят товар. Только за деньгами. Убить человека или украсть человека. Да. Это тебе. Спасибо. Спасибо, начальник. Спасибо. Что, на Колым собрал уже? Нет, еще. Еще два барана и такой же мешок. Я тебе помогу. Спасибо. Спасибо. Без тебя не заработать никак. Я пойду. Мацахеты ездят по берегу. Если увидят, плохо мне будет. Спасибо. 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 Постой. А про журналистов что-нибудь узнал? Одного нашли. Один. Кого именно? Не знаю. Второго ищут. Сам Хаким ищет. Кто найдет большая награда. Мы тоже с отцом искали. Нет нигде. Все думают, его кто-то прячет. Стихсы, грушат. А что-то я не знаю. Товарищ лейтенант, может, привал, а то вы… Что? Я говорю, молодые-то сдохли уже. Группа, привал! Ну вот. Слушай. А ООО не ушел? Кто? Условный нарушитель, что ли? Товарищ лейтенант, это же прапорщик бессмерт! Белкин, я же его как облупленного знаю. Он очень хитрый, но ленивый и действует всегда по шаблону. А может, он вообще в другую сторону, а? Да нет же. Я говорю, я даже могу показать, где он свои следы оставил. Варианта три, не больше. Мы вам кроссовки найдем. У вас какой размер? 44-й. Найдем. Спасибо. Слышь? Когда в гору пойдем, держись за мой ремень, я вытяну тебя. Да нет, спасибо, я сам. Наряд! Подъем! Давай, 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 вперед! Вперед! Вперед, давай! А я за вами. Нелегкая меня занесла сюда. Товарищ лейтенант, нарушителя не обнаружено. Наряд, стой! Привал! Полюбуйтесь, товарищ лейтенант! Нога снежного человека! Да? Точно. Надо же, только что прошел. Значит, Рахимова на перехват. И сами. Давайте бегом. Товарищ лейтенант, это прапорщик Белкин. Он действует всегда по шаблону, понимаете? Видите, след образцовый показательный? Зуб даю. Вон там еще такой же. Исмаилов, проверь! Ну? Есть след? Ну, что это значит? А значит то, что условный нарушитель показал нам заведомо ложное направление, а сам залег за камнями, пропустил нас и скоро почапает обратно. Ты уверен? Да стопудов, коронный финт Белкина. Товарищ лейтенант, сейчас пускаем трех салаг по ложному следу, чтобы он подумал, что мы лоханулись, а сами возвращаемся и берем его как родного. Ну, не знаю, не знаю. Товарищ лейтенант, я его уже сто раз ловил. У нас с ним, как вроде это, соревнования. Постой. Но ведь он тоже знает, что... что ты знаешь. Вы думаете, он так кучеряво мыслит? Да. Товарищ лейтенант, как говорит прапорщик Мюллер, не ищите мозг в противоположном от него месте. У вас точно с Белкиным соревнования? У нас дуэль с ним. Да? Да. Значит, сделаем так. Ты вернешься? Угу. А я пойду по этой тропе до конца. Да с кем? Это ж такие же салаги, как и... Что? Я говорю, тропу знаю, только я. Вот. Сделаем, как я сказал. Ну, у меня приказ командира всегда быть с вами. У вас здесь один командир, товарищ сержант. Так точно, товарищ лейтенант. Вот так. Исмаилов, за мной! Группа инвалидов, блин. За мной! Я... Ой... Радар-2, Радар-2. Радар-2. Тут связь не работает. Надо выше подняться. Да? А вот эта тропа куда ведет? Вниз в ущелье? Никуда. Ее дождем смыло. Еще давно. Хэндэхох, товарищ прапорщик! Ну что, условный нарушитель задержан? Что-то ты очень долго. Ну что, счет 3-2? Однако в мою пользу. Все равно гол. Лейтенант где? Да лоханулся Летеха. Пошел по ложному следу. По верхней тропе? Вот черт. Как это он догадался? Так я ему говорил, а он с гонором море по колено. Ну я-то туда и собирался. Как? Да так. Клеменов велел не мордовать лейтенанта, не мудрить. А вы как хотели? Я ж тебя как облупленного знаю. Мыслишь ты по шаблону. Строишь из себя хитрого. А сам наивный как сапог. С тобой даже мудрить не надо. Хотел тебя поучить. Показал следами на север, туда и хотел уйти. Ну вот, Клеменов не дал. Ну поймал, поймал ты меня, Маугли. Надо лейтенанту сообщить. А тебя не спрашивает товарищ Салабон. Так. Тропа-то там опасная. Не дай бог чего. Радар один. Радар один. Радар один. Радар один. Смотри. След. А вон еще один. Значит вниз он пошел. Духи ходили. Духи? Угу. А что им искать на тропе, которая ведет в никуда? Может героин? Прапорщик Мюллер сто кило нашел. Да знаю. Вот. Они тоже искали. Пошли посмотрим. Да не бойся ты. Далеко не пойдем. Я за вас боюсь. Настя, птичь. Три-три-три-три. На. Если что, наших вызывай. Там что-то есть. Попытался, и назад пошел. Понимаю тебя. Пойду-ка и я отсюда. Исмаилов! Я! Обратно иду! Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Какой же я идиот, блин! Вы живы, товарищ лейтенант! Нет! Ой, блин, высоко! Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Кровь? Самая конвертируемая валюта. Ну и зачем нам этот пассажир на два месяца? Незачем. Только получается, что он мне жизнь спас. А у меня мама — преподаватель немецкого языка. Я ей сам свободно говорю. Правда, с бирлинским акцентом. А вы? Я с казахским. Старик, так ты мне не ответил! Бесчастье навсегда или нет? Я знаю. Ответ хотим. Ты что, малыш? Что ты тут будешь делать? Охранять Восток от Запада. Запад от Востока. А братья у Хакима есть? Они не носят товар. Только за деньгами. Убить человека или украсть человека. Я — Назар Шарипов, а них… Ты — Назар Шарипов? Проведёшь, Коля, учение без меня. Проследи, чтоб новенький не потерялся. А ты куда? Поехали. Товарищ лейтенант! 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 А-а-а! А-а-а-а! Ё-моё! Слава тебе, Господи! Исмаилов! Исмаилов, где ты там? Я, товарищ лейтенант! Не зови никого! Сам вылезу! Исмаилов! 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 Вот ты где? Вот автомат. Играет музыка. Ишмаилов, зови! Срочно всех сюда! Это где-то вот здесь произошло. Ладно, ты хоть сам-то цел, ничего не сломал. Да вроде нормально. Ты хоть понимаешь, что ты нашел? Да, героин. Ты тонну героина нашел. Тонну? Да я в принципе ничего не делал, я просто свалился на эти мешки. Ты на сто миллионов долларов свалился. Сто миллионов? Да. Такого больше не будет. А я как раз хотел маме позвонить. Вот маме как раз звонить мы не будем. И вообще постарайся, чтобы никто ничего не узнал за пределами заставы о твоей находке. – Все ясно? – Да. Все, иди отдыхай. Везет дурачкам. Видно, любит этого парня. Терминус. Бог границы и всех пограничников. Теперь понятно, почему тебе Хаким сто штук предлагал. Они думали, что мы тонну взяли. Ты Катерину отправил? Нет, а что? Да ей в городе работу обещали. Со следующей недели какие-то проблемы? Смотри, чтобы она чего не сболтнула. Не, я предупредил. Все в курсе, кроме Мюллера. Он раньше уехал. Ну, с Мюллером я сам поговорю. А сколько наших в училии? – Четверо. – Возьмешь еще четверых, два пулемета, две мухи, боеприпасов и паёк на два дня. Я сам иду? Да, ты лично. Сиди там сколько надо. Мы героин будем вывозить. Если о нем знают духи, то это опасно. Ну, тогда его можно на месте уничтожить. Ладно, я сегодня до отбоя это решу. Главное, чтобы духи ничего не знали о героине. Ну, понятно. Все. Плохо, брат. Очень плохо. Наш друг сказал, погранцы нашли героиня. Всю тонну? Да. А как же этот пограничник, с которым ты говорил? Он что, наврал? Я думаю, он сам не знал. Они случайно наткнулись. Плохо, плохо. Плохо. Все-таки нашли, гады. Ничего, брат. В ущелье всего несколько мальчишек. Они должны перевезти героин в отряд. И там уничтожить официально, с бумагами. Я немедленно отправлю людей. Но собрать всех я не успею по времени. Двадцать человек хватит. Снайперы, гранатометчики. Лишних не надо брать. Ты не жадничай. Ты не жадничай. Как унесете? Там тысячи килограмм. Унесем. Только пуштунов не бери. Мы с ними перегрыземся. А мины? Пограничники спустились. Ущелье сверху. Попробуем так же. Хорошо. Завтра люди будут готовы. Береги себя. А как быть с информатором? Он вроде не нужен. Надя Ршах на него имеет свои виды. Делай вид, что ничего не знаешь. Амин. Аллахан. 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 Чай, пожалуйста, пейте на здоровье. Будете заказывать, если что, позовете, там скатерка у меня и быстро. Салам Алейкум. Салам. Жди здесь. Салам Алейкум. Салам Алейкум. Уважаемые! Все. Спасибо. Спасибо. Привет, Гансыч. А я мимо проходил, смотрю, ты сидишь один. Дай, думаю, посижу с тобой. Посидим? Давай. Гансыч, сколько лет я тебя знаю? Я уже не помню. Я еще младшим лейтенантом был, а ты уже самым старым прапорщиком на всю Среднюю Азию. Да, быстро время летит. Да. Я тогда сразу понял, что ты не свалишь. Будешь, как я, воевать 22 года и навоюешь себе с Гульген хреном. Давай выпьем. Ты ж не пьюшь. А сегодня выпью. Азиз! Харух, отнеси посуду на кухню, принеси чистой тарелке. Можно? Водки? Ой, Рахмат, спасибо. Спасибо. Плохо тебе, Бьянсович. Три ранения, контузия, грудь в орденах, а сам беспорток, да и гражданство российского не видать, как ослу. Ослиных в уши. Да ты что? Опять отказали? Да, как врагу народа. Ну, и куда я денусь, когда вы отсюда свалите, дорогие мои россияне? Ну, это же не скоро еще будет. А у тебя же сестра в Германии. Ты же собирался туда. Ну, не могу я-то. Ну, немец я. Душа-то у меня русская. Вот такая, брат, физика. Ну, по контракту можно. Здесь остаться можно. Где? Здесь. Ахмедыч, я большой человек. Я маленьким государством служить не могу. Я в них не помещаюсь. Это и песни я люблю, русские. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет. И грустную песню будет прорудить. Послушай, Гансович, тут такое дело. Тут героин нашли в ущелье. Где? А там, где ты сто килограмм нашел. Там еще тонна была. А ты же вроде говорил мне, что там ничего нет. Я же тебя спрашивал. Ребят, послал? Послал. Останови. Почему? Подорвутся. Если кто-нибудь в ущелье умрет, на тебе эта кровь будет, Гансович. А ты уже сам подорвался. На собственное имя не подорвался. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, да. Володь, ты извини, что отвлекаю. А у меня просто Коля в секрет ушел, ну и мы решили с ребятами посидеть так, чайку попить, телевизор посмотреть. Ну, тебе не одиноко здесь? Да нормально, да я уже, в принципе, освоился. А, ну смотри, потому что там по телевизору будут футбол показывать. Я подумала, ну ребята все равно смотреть будут, но если ты хочешь полежать… Не-не, я пойду, я футбол люблю смотреть, да. Ну, приходи к нам тогда. Давай, ну, давай, 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 ну чёрт! Ну, посмотри, как они играют. Смотри, ползают, как сонные мухи. Эй, ну чё ты каркаешь? Чё ты нудишь под ухом? Ну чё, видно же, как играют, как пить дать, продуют. У тебя дежурство, вот и дежурь. У нас, между прочим, боевая готовность. Спасибо. Это из-за чего? Это из-за героина, что ли? А Колька мой зачем в ущелье будет до утра торчать? Это для чего? Ты у командира спроси. Утром наверняка будем порошок вывозить. А почему на месте нельзя спалить? Ты чё, с ума сошёл? Там же целая тонна. Командиры хотят посмотреть, телевидение, журналисты, всё такое. А тебе наверняка сразу фельдмаршалы. Кстати, мне пойдёт. Вы можете помолчать, а? Не слышно ж ни черта. Триндят и триндят. Фельдмаршал. Ладно, у себя посмотрю. Никит! Никита! Никитыч! Он что, не с той ноги, что ли, встал? Ну, не псих, а. Тебе чайку ещё налить? Налить чё? У меня ещё есть. Командир, кажется, приехал. Я пойду. Спасибо. Ну, давай. Было. Всё вкусно. Пирожок с собой. Без обиды только. Хорошо? Да ну что ты. А то задаст перцу наш Чингискан. Я, наверное, тоже пойду. Да чё ты, не дёргайся. Иди спокойно. Спасибо. Очень вкусная варенья. Виноградная. Украина. 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 По-прежнему, счёт тот же самый. Ноль-ноль и… Ты мне завтра нужен. С личным оружием. Поедем в кишлак. Понял. Ты как в ближнем бою? Ну, я рукопашкой занимался. Стреляешь как? В училище, в общине отлично. Смотри, работа будет не военная, а полицейская. Об этом никому ни слова, касается всех. Только я, ты и Мюллер. Понятно? А это потому, что я героин нашел, да? Нет, это потому, что ты приехал недавно, и тебя никто не знает. Ага. Да? Кать, ты не спишь? Нет, мне не спится. Извини, пожалуйста. А ты чего на ногах? Проходи, садись. Да нет, я... Ты есть хочешь? Нет, спасибо. Я уже поел. И выпил. Я нет. Ты не обманываешь? Да ладно, перестань. Перестань, Кать. Перестала. Ну, чего ты пришел ко мне среди ночи? Я... Насчет Николая. Я знаю, ты всегда волнуешься, но мне просто надежный человек нужен. Он завтра вернется, ты не волнуйся. Все будет хорошо. Спокойной ночи. И тебе тоже. Давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай. Скотина. Свинья. Братья. Урод. Кто матери слово давал? Кто? Прости, брат. Ты же должен прикрывать Селима. Глаз должен быть верным. Рука должна быть твердой. Кто это будет делать? Кто, скотина? Брат, прости, не стерзался. Аллах не помог мне. Нет. У нас в роду никогда не было наркоманов. Не было и не будет у нас наркоманов. Еще раз. Еще раз сделаешь. Я тебя сам удавлю. Понял? Сам удавлю. Я тебя сам удавлю. Брат, хватит. Скотина. Прости, прости. Хаким, что мне делать? Я сплю на героине. Я ем с героина. Я руки им омываю. Что ж ты делаешь? Ты. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Зачем? Зачем? Ну, зачем? Зачем? Фархад! Пересчитай деньги. Ну, и что? Вот Мюллер передал им, чтобы Селим лично принес деньги. А ты знаешь, кто такой Селим? Душман. Вот ориентировка Интерпола, посмотри. Селим Сангин, террорист, торгует с наркотиками. Разыскивается в России, Узбекистане, Таджикистане. Родной брат Хакима Сангина, который никем не разыскивается, но фактически является лидером северного наркокартеля. Кстати, не спугнули вы их? Да не, наживка. Тонна героина. Когда привезешь свою тонну? Селима возьмем? Привезу. Чего ждать-то? Чего ждать? Да, боюсь. У меня, сам знаешь, на заставе шпион какой-то. До сих пор, не знаю, боец, офицер, прапорщик. Хм. Не этот ли случайный прапорщик? Старший прапорщик Мюллер доложил мне о встрече с Селимовым. У меня рапорт есть. К тому же, он 27 лет в армии. Орден мужества. В общем, если бы не он, то… Понял. Да, его прикрывать Селимову будут. Наверняка. Один, двое, трое. Жаль, маловато нас. Четвером справимся. Шестером. Я двоих спецназовцев подключил. Кстати, вон они идут. Ты пока ознакомься? Я покажу своим. Хорошо. Запомните это лицо. Это Селим. Вот, посмотрите. Это Селим. Значит так. У особого отдела оперов своих нет. Так что злодея будем брать своими силами. План такой. Селим встречается с прапорщиком Мюллером в Чайхане. Латников, пойдешь в Чайхану и займешь позицию так, чтобы в случае чего обезвредить Селима. Действовать надо аккуратно. Народу будет хреново туча. Время как раз обед. Блокируем оба выхода. Спецназовцы у главного входа. Я у выхода с кухни. Капитан Аскеров страхует во втором эшелоне. Оставайтесь в машине и выходите только тогда, когда начнется захват. Селима будем брать на выходе из Чайханы. Осталось две минуты. Ахмедович, ты мне. Ну, в общем, ты знаешь. Я понимаю, Гансыч. Понимаю. Ну вот, полетели. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну вот, полетели. Субтитры сделал DimaTorzok. Трица годram, он находит, в thiss.. 35 000, как договаривались…. Ты указываешь, где что лежит, где мины. Мы забираем товар, и ты на этом же месте получаешь ещё 35 000. Нет, все семьдесят. А то потом где я тебя искать буду? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сидим пока Еще пятнадцать сегодня вечером Ну вот вечером я все и расскажу Пойдет такая физика? Пойдет Стоять! Стоять! Брось сумку! Ну, делай это медленно Руки! Стоять! Дайте оружие на землю! Брат! Брат! Лежать! Стоять! 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 Тащи его! Спокойно, тише, 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 тише. Вот мое оружие. Я сейчас медленно положу его на землю. Спокойно, все тихо. Спокойно. Капитан Доскеров, это вы? Давай, давай, давай. Пошел! Гони! Стой спокойно. Агентство по контролю за наркотиками Таджикистана. Прапорщик Мюллер, а вы арестованы. Мы вашего прапорщика взяли с поличным, с деньгами. Есть записи всех его разговоров. Так вот, я вам еще раз объясняю. Старший прапорщик Мюллер сотрудничал с нашим особым отделом. А мы проводили спецоперацию по поимке особо опасного преступника Селима Сангина. Террориста и наркоторговца. А мы требуем освобождения Селима. Как бывший член оппозиции он давно амнистирован. Он что, ваш осведомитель? Он двоих наших подранил. Пробы на нем ставить негде. Надо было координировать свои действия с нами. Не было бы раненых. Наши люди тоже пострадали. Послушайте, у нас нет иллюзий по поводу Сангина и всей этой семейки. Мы заключили с ним сделку. Что, вы так не работаете? Ага. Так значит, когда мы сотрудничаем с нашим же прапорщиком, покрываем, значит, его, да? А когда вы с бандитами, то это сделка. Ну, у нас есть все доказательства против Мюллера. Его должны судить. Если вам так дорог этот ваш Селим, ну, давайте мы вам его отдадим. Хотите? Давайте. А вы нам отдадите Мюллера. Ну, каждый останется при своих. Ребят, мы же свои люди. Ну! Такой вариант неприемлем. Значит, с террористами вы сделки совершаете, а с нами нет. Ну, кажется, я понял. Уже успели доложить наверх, что взяли с поличным продажного российского пограничника. Разрешите, товарищ полковник? Можно вас на минуту? Прошу прощения, я на минуту. Прапорочка твоего отстоим. Не сомневайся. У нас другой геморрой на нашу голову. Короче, у нас дерзкий прорыв. Человек тридцать-сорок с оружием. Да не у тебя, а на десятой заставе, у Гульхама. Обстреляли наряд. Непонятное что-то. Давно? Час назад. Идут на восток, на Бахарак. Подальше от тебя, что в общем-то хорошо. Почему хорошо, товарищ полковник? Потому что, голубь мой, еще сегодня до темноты ты должен привести героин в отряд. Завтра будем сжигать тонну героина на глазах мировой общественности. Это ж политическая акция, понимаешь? Пресс-служба, телевидение центральное. Президенту докладывать будут. Вот он, живой результат. Товарищ полковник, нужен усиленный конвой. Мне нужно от вас три БМП. Поддержка с воздуха и резервно-мотоманевренная группа на случай нападения. Ты что, Аскеров, издеваешься? Все мотоманевренные группы блокируют зону прорыва, выдавливают банду за кордон. Все вертушки там, спецназ, вся техника. Товарищ полковник, вы понимаете цель этого прорыва? Ну, удиви меня еще раз. Это отвлекающий маневр. Банда идет за моим героином. Вы подумайте сами. Если Селим сдал Гансыча, значит, они уже все знали. Вот засада какая. Если я заверну сейчас людей оттуда, банда населенный пункт займет. Пару вертушек я отдам, это все. И приказ не отменяю. Есть, товарищ полковник. А, михай, смотри. Давай, давай. Вкусники. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В машине! Становись! Подровнялись! Никита! Возьми шестерых бойцов и закрой тропу наглухо. Да, и еще. Зеленая ракета — сигнал опасности. Сразу вызывай вертушки. Хорошо. Ну ладно, с Богом. С Богом. Уравняйся! Смирно! Вольно! Первая шеренга налево! За мной! Бегом! Марш! Вторая шеренга налево! За мной! Бегом! Марш! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Гущин! Двадцати метров вправо камень. Занять позицию и замаскироваться. Есть! Выполняй! Пайзулин Рахманов! Да! Видите куст на скале? Да! Занять позицию справа от куста. Сектор обстрела слева, валун справа, пещера в скале. Есть! Выполняйте! Остальные за мной! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, бойцы, внимание! Ты спускаешься вниз, под камень! Понял. Вы двое, чуть-чуть выше, поднимайтесь к скале. Есть! Быстрее, бойцы! Давай-давай-давай-давай! Вперёд! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пиртыш-2. Всё нормально. Мы на месте. Слышу вас хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, мужики, вы хоть рацией умеете пользоваться? Конечно. Меня убьют или ранят. Смените меня, понятно? Так точно. А то наши без связи останутся. Так точно. Толкнёте меня. Если что начнётся. Сами не спите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ясно. Вот. Амина. А вы даже чем-то похожи. Да. Она тоже хороший человек. У тебя с ней что-то было? Да так, немножко. Немножко это сколько? Каждый раз помню, когда её прикасался. Сколько? Триста двадцать шесть раз. Так много? Должно было быть триста пятьдесят. Но четырнадцать саженцев погибли при перевозке. Мы с ней деревья сажали. Какие деревья? Ну, там хурма, тутовник, абрикосы, сосны, калифорнийский тополь. Эх. Я тебе серьёзно говорю, калифорнийский тополь. Да верю, верю. Да ну тебя. Здравствуй, харес. Здравствуй, дорогой. Друзья, OGSCH. Иди там вот так и так лад goat wheat shit. Слышал уже? Я все знаю, друг. Все знаю. Равшан погиб, как мужчина. Говорят, Аскеров сам его убил. Мы рассчитаемся с ними. Может быть, сегодня. Может быть. Но сейчас важнее героин. Солнце уже прячется. За горы. Надо торопиться. Слушай, давай мешки на тросах поднимем, на тропу да вынесем отсюда, а? Тогда они и нападут. Думаешь, они здесь? Я не знаю. Но рисковать не хочу. Татьяна. Ах, какая красавица. Расстались уже. Да ты что? Короче, бросила она меня. Да ты что? Она просто дура. Не говори так. Ну, а как она могла? Да вот, пришел тут один с армии. Весь такой крутой. На границе служил. У него медаль, ранение, шрам на шее. Это Чирей. Я тебе точно говорю, это Чирей. Тихо вы, сынки. На базаре, что ли? Аскеров, ты тут? Ну, вот и дождались. Выходи. Хаким говорить с тобой хочет. Один на один, без оружия. Аскеров. Стой, где стоишь, Хаким. Надо поговорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова